Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Чудеса случаются И даже в Чите, столь далеком городе Их можно встретить на улицах и в парках Как, например, скульптуры, сделанные из старого погибшего дерева Они словно дарят новую жизнь, не вся в себе далекую историю Скульпторы Вячеслав Нольфин и Александр Горшков Постарались вложить в них не только свою душу, но и глубокий смысл Ожившие деревья – это проект, который смог из идеи превратиться в реальность Он символизирует жизнь и смерть, чудо и возрождение, конец и начало чего-то нового В Чите сегодня шесть таких скульптур Две из них находятся в парке Адара Две на мемориале памяти воинам-героям, погибших на Хаухенголе Одна во дворе онкологического центра и одна в микрорайоне Северный К плахе прикован саксофон Видите, да? Скоба такая, на болтах привинчен Горло саксофона завязано в узел Если мы вспомним историю, как джаз в нашей стране пробивался Расточки такие, первые робки Это был тотальный запрет Несмотря на эти все запреты и припоны Все-таки музыка просачивалась Через границу, через железный занавес Здесь бабочка символизирует Вот эту свободу И эту музыку просачивающуюся Несмотря на запреты Скульптурами Водора авторы рассказывают об истории джаза Они создали интересную ретроспективу зарождающегося и свободного джаза в нашей стране Скульптура «Свободный джаз» родилась в преддверии вот этого международного джазового фестиваля В рамках проекта «Ожившие деревья» Сказали, вот нам нужно создать что-нибудь такое интересное на джазовую тематику Ну, разумеется, джаз – это контрабас, это саксофон, это музыка И контрабас в такой диаметр, конечно, засунуть можно было Но проблематично И я решил сделать саксофониста, собственно говоря Больше всего теперь внимания обращают, конечно же, на вот этот карман Как его называют На самом деле здесь был просто сучок, который выгнил Дерево уже было практически наполовину гнилое Вот, и я решил не убирать его, не вырезать, а оставить вот так Такую дырочку декоративную И люди теперь называют это карманом Еще одна его скульптура – русско-монгольская дружба Которая находится на мемориале памяти погибшим на реке Халхенгол Символизирует поддержку России и Монголии В виде русского мальчика, держащего на руках Монгола с маленьким самолетом Безусловно, такие скульптуры нужны Я считаю, что дружба народа должна быть во все времена и у всех народов А вообще русский народ никогда не отворачивался от помощи другим нациям И не отвернется На мемориале скульптура Нольфина с именем память Очень интересна своей идеей Винт вкованный в пламя цветка 75 лет историческим этим событиям Вот это столкновение на Халхенголе На самом деле локальная война такая Там очень много людей-то поубивали С той и с другой стороны И человек, который финансировал, помогал В память своего деда Он был летчиком и погиб в этой войне И он попросил, чтобы эта скульптура была связана с авиацией И был мной сделан такая работа Это винт самолета Сам по себе такой пластичный, очень интересный Летные очки тех времен И языки пламени или бутон цветка Что в принципе тоже имеет место быть Имеет право на существование Потому что цветы – это память Пройти мимо скульптуры почти невозможно Она уникальная, сложная и очень вдохновляющая Это целый период в истории Когда важно помнить и о котором нужно говорить Дерево и пропеллер и главное очки Летчика Это очень хорошо Мама с детишками, папа с детишками Но все равно они же посмотрят и подумают Память и надежда – вечные спутники скульпторов Как фигура матери, держащая в своих руках ребенка возле онкологического центра Словно призывает женщин не опускать руки, продолжать бороться и надеяться Потому что впереди всегда можно разглядеть свет, дарующий новую жизнь Александр Горшков рассказал, что скульптору интереснее работать с деревом большего диаметра Поэтому, когда авторы искали сухие деревья Они обращали внимание на более крупные Наиболее трудные элементы в резьбе Это когда делаешь прорезные вещи То есть сквозные, насквозь Особенно если они не прямые, как-то изогнутые Вот, допустим, там вверху Вот, нужна особая сноровка В будущем Вячеслав Нольфин и Александр Горшков готовы продолжать делать такие скульптуры И даже не против создать целый парк оживших деревьев Осталось только найти подходящее место Анастасия Дрёмова, Анна Хвостова Специально для ЗАБ Информы